МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Управдом, где мы продолжаем помогать вам решать проблемы и даем подробные инструкции, как это сделать самим. Итак, сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отозвать нельзя оставить. Государственная жилищная инспекция наводит порядок. Вот таких лицензий впрок их просто не будет. У кого-то горы мусора, у других инноваций. Омск готовится к реформе по уборке твердобытовых отходов. Вот, пожалуйста, в гараже. В гараж мы сюда поместили два бака. И как обустроить дом за деньги бизнесмена? На эти средства мы практически все сделали за его счет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в начале выпуска напомню, что 1 апреля в нашем регионе начинает свою работу единый региональный оператор по вывозу мусора. На прошедшей неделе были утверждены тарифы. 133 рубля в месяц для граждан, проживающих в многоквартирных домах, и 313 рублей для мячей, проживающих в частном секторе. Такой тариф не устроил губернатор Омской области Александр Буркова. Он подчеркнул, что хотя работа РЭК по расчету и утверждению тарифа – это чистая математика, к сожалению, в этом случае за цифрами расчетов никто не увидел проблем, с которыми столкнутся жители. А это допустить нельзя. Я считаю, что это несправедливо, и я вынужден был вмешаться в этот процесс. Вновь были проведены переговоры с региональным оператором, который осуществляет мусорную реформу у нас в регионе. И мы договорились о том, что плата для населения, проживающего в частном секторе, будет снижена. Она будет такой же, как и для граждан, которые проживают на квартирных благоустроенных домах. 216 миллионов рублей из областного бюджета потратят на то, чтобы обеспечить вывоз мусора для льготников. Губернатор поручил подробно разъяснить жителям региона порядок оплаты новой коммунальной услуги, а также механизм получения льгот. Право на социальную поддержку в мусорном вопросе имеет почти 230 тысяч амичей. Поскольку услуга переходит в разряд коммунальных, бесплатно вывоз мусора обойдется героям Советского Союза, героям России, полным кавалером Ордена Славы, почетным гражданам Омской области и удостоенным медали за особые заслуги перед Омской областью. Льготный вывоз мусора будет для людей с инвалидностью, участников Великой Отечественной войны, блокадников, многодетных семей, семей с особенными детьми. Кроме того, муниципалитетам губернатор выделил порядка 300 миллионов из областного бюджета. Эти деньги пойдут на обустройство мусорных площадок. Пока регион готовится к переходу на новую систему обращения с твердобытовыми отходами, программа «Управдом» решила напомнить о мячам правила установки санитарных площадок и показать необычный опыт утилизации переработки отходов в других странах. Большой красивый двор на улице Багратиона окружен сразу четырьмя домами, а рядом ни одной санитарной площадки. Мусор ответственные жители носят к соседям, безответственные оставляют где придется. Из-за таких недобросовестных омячей уютный сквер для семейного отдыха превращается в настоящую свалку. Тут ни одной мусорной площадки. Куда жители вот этих домов носят мусор? Скорее всего, так выкидывают, как видите. Везде мусор валяется. Дело в том, что несколько лет назад сами жители приняли решение избавиться от санитарной площадки во дворе, а вместо нее сделать парковку. За вылаз мусора стали честно платить управляющие организации, обслуживающие соседние дома. Мы платим жилищнику два. Жилищнику два вы платите? Да, у нас договор с ним заключен. Потому что вся округа несла к нам, абсолютно вся округа несла к нам это самое. В общем, собрание мы решили и заключили договор жилищнику. Сейчас амичи жалеют о своем решении и хотят спасти сквер от мусора и иметь свою санитарную зону. Кроме того, постоянные споры с жителями соседних домов, под окнами которых стоят переполненные баки, грозят вот-вот перерасти в настоящую войну. Людям, конечно, удобно. Они в семима идут и здесь выбрасывают. Жители наших домов наслаждаются всем этим видом. Все это бесконечное переполнение контейнеров, все это разлетается. Как бы часто наши творники не выходили работать, невозможно охватить такие объемы. Как вернуть санитарную площадку на прежнее место, жители домов на улице Багратиона не знают. На самом деле алгоритм простой. Необходимо провести собрание жильцов и принять решение, где будет расположена мусорная площадка. Свои предложения нужно передать в управляющую компанию. После этого обслуживающая организация должна обратиться в администрацию округа с письменной заявкой на создание места для сбора ТКО. Кроме того, свои предложения можно отобразить на мусорной дорожной карте с помощью онлайн-сервиса на сайте регионального Минэкологии. В контейнер, принадлежащий жителям дома номер 9, по улице Заозерная, соседи свой мусор принести не смогут. Санитарная площадка запирается на замок. Вот, пожалуйста, в гараже. В гараж мы сюда поместили два бака для мусорных отходов. Здесь мы ставили место для крупногабаритки. В разобранном виде люди приносят крупногабаритку, она у нас стоит. Деревянное, то, что касаемо дерева, деревяшки, у нас забирают дачники. Мы с июня месяца, до конца года, ни разу еще не заказали машину для вывозки крупногабаритного. Все вывозят у нас в дачники, все будет. Если что-то металлическое здесь стоит, то у нас тоже приходит кому надо. Ну, берут металл, где-то идут, сдают. Макулатуру также отдельно в связанном виде оставляют в гараже. Тоже кому-то кто-то захотел, где-то мало кто-то, пошел, сдал. Мусорные баки спрятаны в железный гараж. Совершенно уникальное явление для омских дворов. Ключ, кроме жильцов, есть и у дворника, который следит за чистотой и организацией вывоза отходов. Кроме того, рядом находится специальная клетка для пластика и алюминиевых банок. Решение рационально утилизировать бытовые отходы и избавиться от стихийной свалки под окнами собственники квартир приняли еще в 2017 году. Реализовать задумку удалось за счет средств, заложенных в тариф на обслуживание жилья. Для того, чтобы грамотно организовать работу и навести порядок во дворе, нужен не только рациональный подход, но и знание правил установки мусорных контейнеров. Для баков обязаны оборудовать специальную площадку покрытие бетонное или асфальтовое, по периметру бордюр или ограждение. Размер площадки рассчитан на необходимое число контейнеров, но не больше пяти. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на расстоянии не менее 20, но и не более 100 метров. Также по новым правилам обязанность поддерживать порядок на контейнерных площадках теперь возложена на управляющие организации. Но если контейнеры переполнены, мусор рассыпан вокруг из-за того, что вовремя не вывезен, привезти площадку в порядок обязан региональный оператор. Кроме того, о мечам необходимо знать, что с 1 апреля услуга по вывозу мусора станет коммунальной, а значит, управляющая компания обязана убрать эту строку из квитанции за содержание жилья. Выставлять счета будет Омская энергосбытовая компания. На что надо обратить внимание? На то, что в апреле месяце управляющие компании за март месяц в последний раз должны выставить этот платеж. Этот платеж прекращает взимать управляющие компании. Исключения могут составить только те многоквартирные дома, которые по решению собрания собственников конкретного дома для каких-то целей сохранят средства, которые должны идти в течение 9 оставшихся месяцев. Если же жители такого собрания не проводят, то однозначно государственная жилищная инспекция будет настаивать на том, чтобы делать людям перерасчет, это раз. И второй момент, если такой платеж будет, мы, конечно, будем наказывать управляющих компаний, потому что у них такого права уже не будет. Ну и, конечно, кроме знаний, необходимо желание сделать свой город чище и комфортней. Одним из лучших мотиваторов к разумному и правильному подходу по переработке ТБО на сегодняшний день является Швеция, которая перерабатывает 99% собственных отходов. Каждая семья в стране имеет 7 контейнеров для разного вида мусора. Даже маленький ребенок в Стокгольме не выбросит обертку от конфеты не в тот контейнер. Транспортировка мусора осуществляется с помощью подземного воздуховода на специальной накопительной площадке. Оттуда отправляется на мусороперерабатывающий завод. Основная часть такой системы располагается под землей. Сверху находятся только закрытые контейнеры. При этом и платят шведы за собственный мусор немало. С одного человека, если перевести с крон на рубли, получается около полутора тысяч рублей в месяц. Кроме того, за неправильную сортировку в стране серьезно штрафуют. Узнать о всех деталях новой системы по переработке ТБО и получить ответы на самые острые вопросы, о том, кто отвечает за вывоз мусора, если у дома нет управляющей компании, для кого предусмотрены льготы, куда жаловаться, если мусор не вывозят и многие другие, можно на сайте 12 канала в разделе «Документы». Папка «Мусорная реформа 2019». Там же можно найти образцы заявлений в контролирующей инстанции. Руководство Государственной жилищной инспекции инициировало отзыв лицензии у 23 управляющих компаний города Омска. Это сделано для наведения порядка на рынке коммунальных услуг, чтобы у нерадивых компаний не было возможности банкротить УК и работать по лицензии другой компании. У компании запасной аэродром. Вот лицензию получили, если что, перепишем на новую компанию. Договоры переоформим и так далее. Мы сейчас этот путь прекращаем. То есть вот таких лицензий впрок их просто не будет. На сегодняшний день совершенно очевидно, что выполнять требования законодательства не просто, но можно. И есть компании, которые это делают регулярно, с завидной добросовестностью, есть те, кто пытается не платить налоги, не платить зарплаты, не рассчитываться с собственниками, не выполнять в полном объеме тех обязательств, которые на себя берут. Вот в этой части мы будем жестко очень действовать. И отзыв лицензии – это одна из крайних мер, но она законно предусмотрена. Отремонтировать фасад за счет средств предпринимателей, работающих на первом этаже многоквартирного дома. Кто об этом не мечтал? А вот у Людмилы Васильевны Дручининой, проживающей в доме номер 21 по улице Маяковского, это получилось, как в нашем следующем материале. Вот так сейчас выглядит подъезд дома по адресу Маяковского, 21, Пушкина, 112. В простонародье – дом двух поэтов. А ведь еще несколько лет назад здесь все было по-другому. В 2013 году, когда я приступила к обязанностям старшей по дому, дом практически находился в аварийной ситуации. Крыша протекала, падали потолки у нас, фасад был тоже в ужасном состоянии. Техническая экспертиза, которую мы провели в 2013 году, признали, что на наши балконы выходить вообще опасно для жизни. Когда Людмила Васильевна столкнулась с этими проблемами, она поняла, что надеяться можно только на себя и на свои знания закона. Я поняла, что это стоит очень много денег для того, чтобы все это привести в порядок. И стала строить отношения с предпринимателем, который занимает у нас первый этаж. За это время, с 2013 года, мы с ним заключили договор на основании федерального закона, по которому он платит нам деньги за рекламу. И на эти средства мы практически все сделали за его счет. Заключили договор с бизнесменом и стали ежемесячно получать порядка 30 тысяч рублей. За 6 лет на доме провели капитальный ремонт фасада, укрепили балконы, заменили всю кровлю, закрыли пластиком эркерные балконы, из-за которых затапливало соседей с нижних этажей, провели ремонт подъездов, поставили пластиковые окна, купили новые почтовые ящики, огородили территорию дома, посадили больше ста деревьев, соорудили детскую площадку и место отдыха пенсионеров. Это очень хороший дом, мы когда сюда заехали. Все-таки это дом не свежей постройки, он очень ухоженный. Все делается вовремя, все убирается. У нас в прошлом году сделали новый асфальт, сейчас очень удобно заезжать сюда, всегда есть парковочное место, это все очень удобно. Не осталось стороне от этого процесса и управляющая компания, работающая на доме. Все документы проходили через нее. Мы оформляем только все эти документы, через нас проходят. Совет дома решил, мы потом проводим платежки, принимаем платежи, счета выставляем, и все, отчитываемся перед домом, сколько поступило. Теперь в планах у жителей дома замена всей системы отопления и установка общедомовых приборов учета тепла. Очень много звонят мне, как старшие по дому, и спрашивают, хотят купить квартиры в нашем доме. И в последнее время жители нашего дома омолаживаются, то есть приезжают молодые семьи. Мы стараемся с ними строить тоже добрые отношения, какое-то внимание оказываем. Вот в этом году у нас родился новый житель, Тодоренко Савелий. Мы тоже поучаствовали, купили подарок, домовой совет пошел, поздравил с рождением. Я думаю, родителям приятно. Итак, что нужно сделать, чтобы взять свой дом под контроль? Со всеми хозяевами, нежилых помещений и арендаторами необходимо заключить договоры о сотрудничестве, установить ежемесячную плату и определить порядок работ, который вы хотите у себя выполнять. Если же бизнесмен не желает с вами работать добровольно, то согласно закону о рекламе можно взыскать с него по суду определенную сумму или убрать баннер неплатильщика с общедомового имущества. Подробную инструкцию, как это сделать, вы можете получить на сайте 12 канала в разделе «Управдом». Документ называется «Взять свой дом под контроль». Всем бы таких ответственных предпринимателей и активных, болеющих душой за дом, председателей домовых советов, как Людмила Васильевна Дручинина. И наша бы с вами жизнь стала бы другой. Ну а на этом программа «Управдом» заканчивается. Звоните нам по телефону редакции и пишите в социальных сетях. Всего доброго и до встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова